Творчество. Субстанция тонкая и очень-очень хрупкая. Творчество не подвластно ни законам, ни правилам, ни какому диктату, лишь велению времени. Но как пустая бесцветна наша жизнь без творчества, без картин, стихов, музыки. Добрый вечер. Как обычно в четверг, мы приветствуем вас в прямом эфире телеканала Беларусь-2 и приглашаем следующие 35 минут провести вместе. О месте художника в современном обществе. О том, кто и как сегодня помогает молодым дарованиям самореализоваться. Диалог с гостем нашей программы. Членом Белорусского союза художников. Почетным академиком Российской Академии художеств. Графиком Львом Борисовичем Алимовым. Добрый вечер. Добрый вечер. Дорогие друзья, ваша точка зрения обязательно прозвучит в эфире. Если вы наберете номер контактного телефона 21 55 65, а нас интересует ваша точка зрения по поводу того, кто и как помогает молодым ребятам самореализоваться. Насколько действенна и эффективна эта поддержка в нашей области, в нашей области. Мы ждем вашу точку зрения. Ну а для начала, как бы своеобразный пролог для нашего диалога, я предлагаю посмотреть мини-коллаж работ Льва Алимова. Внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, Лев Алимов. За период с 1991 по 1992 год назван Международным человеком года в искусстве Интернациональным биографическим центром в Кембридже. 1998 год. Американский биографический институт включает Льва Алимова в энциклопедический сборник «5 тысяч личностей мира». В 2009 году за большой вклад в развитие изобразительного искусства нашей республики Лев Алимов награждается медалью Франциско Скорины. В 2012 году избран почетным академиком Российской Академии художников. Лев Алимов участник более ста международных выставок, лауреат международных конкурсов графики в России, Польше, Германии, Японии, США, Испании, Румынии. И вот поверьте мне, это очень маленькая часть всех наград и регалий, которые получил за свою жизнь в творчестве Лев Алимов. Ну сами понимаете, что после вот такого внушительного списка у меня возник само собой разумеющийся вопрос, с чего же все начиналось. И когда я его задала гостю нашей программы еще до начала программы, он мне ответил очень кратко. В начале было слово. Как это понимать? В прямом смысле это понимать не нужно, может и не стоит. Сначала было слово. Конечно, сначала было слово, но раньше ее было мыслящим. После мысли случилось слово, и его нужно было как-то упорядочить или узаконить каким-то способом. И человечество придумало очень хороший способ. Они изобрели, человек изобрел шрифт, средство для общения между людьми. Что такое шрифт? Шрифт это изначально графический элемент. Поскольку я занимаюсь всю жизнь промышленной графикой и станковой графикой, я просто скажу, что слово, сам шрифт, это и есть произведение искусства графического. Вот. Поэтому без этого не может не существовать ни одна книга, ни один компьютер, ничто в мире без слова не может существовать. А как мы знаем, что человек рождается с криком и со словами, а потом постепенно начинает расти, и ему в руки вручают книгу. В книгах есть слова. И есть слова еще из такой старой песни в советского времени. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. Вот с букваря у меня все и началось. Когда открыли букварь и детские книги, я увидел впервые картины Шишкина, Репина. Увидел репродукции немножко нашего белорусского художника Беленицкого Берули. И я думаю, что у всех, кто живет на земле, все начиналось примерно так же. Со слова и с изображения. Поэтому нам никуда не деться от того, что господствующую роль, незаметную роль и роль такую же, выполняющую почти как воздух, играет в жизни каждого человека художник. Вот мы сидим сейчас на стуле, который разработал художник-дизайнер. Стол тоже это сделал. Платье нам шил портной. Ювелирное украшение сделал художник-ювелир. Все, телевизор, монитор сделал дизайнер. То есть это настолько востребованная профессия, что чем бы ни занимался художник, в большом море искусства. Все пригодится. Так и у меня начиналось все. Но у вас это начиналось. Вот, ну скажем, если бы моим собеседником или собеседницей была женщина, я бы, конечно, ну как бы соблюдая правила этикета, не назвала эту дату. 1945 год. Это дата вашего рождения. И эта дата говорит о многом. Прошел год после того, как Брест был освобожден от оккупации. Ну нельзя сказать, что он был в руинах, но трудности послевоенного времени коснулись буквально всех. И наверняка это было и в вашей семье, и в вашем окружении даже. Вот как же в этих условиях, в этих, так сказать, ну лишениях, в ограничениях, вот у вас появилось желание изображать, рисовать, увлекаться вот чем-то. Помимо беготни, помимо рогаток, салочек, пряток. Вот такой вопрос интересный задали. Такой хороший. Если бы было время, я бы рассказал все, начиная с 1949 года. Потому что я первые свои... Стали ощущать себя в этой жизни в 1949 году, да? Нет, 1948 год, когда я запомнила поленьницу дров во дворе на улице Советской, где я еще, слава богу, еще пока живу в этом доме. И хотелось бы там дольше жить. Вот, вспоминаю все это тяжелое время. Но оно в детстве не воспринимается это тяжелым, потому что... Детство счастливое у всех. Счастливое детство было. Да, это правда. И все это настолько, потому что детский ум еще не загружен никакой информацией. Глаза на мир глядят широко и открыто. Внутри нас била чистая, живая вода. В душе нашей. Чистый источник. И поэтому я вспоминаю детство свое. Книжка у меня была одна, круглый год. А потом появилась «Мурашка-палашка». Это на белорусской мове был. Кондрат Крапива написал, кажется. Вот это у меня на всю жизнь врезалась в память. Вот эти две книги. Ну и карандаши, которые отец мне давал. Химические карандаши тактика были. Их надо было послюнявить? Да, послюнявить обязательно. И потом они так хорошо рисовали. И потом, вы знаете, в школе очень система была интересная. Она, наверное, еще с дореволюционных времен осталась. У нас чисто писание было, помните? Нас учили правильно сидеть за партой. Нас учили держать правильно ручку. И учили писать грамотно шрифт. Потому что шрифт – это основа основ этики графической. И шрифт любой нужно уважать. И относиться к нему с любовью. Поэтому я все это прекрасно помню. И у меня во дворе еще была художественная мастерская. Артель инвалидов. Я помню, когда безрукие ветераны, вернувшиеся с войны, рисовали вывески, предупреждающие, чтобы не перелезать через лапбаум, через дорожные вагоны, через переезды. И писали номера на машинах. Мне это было настолько интересно. И меня так манил запах масляных красок, что когда я пошел в школу, и в четвертом классе к нам пришел интересный дяденька в таком темно-сером френче, черный, красивый дядька. Учитель наш новый. Звали его Владимир Лазаревич Стоецкий. Это был самый первый учитель в моей жизни. Вот так получилось, что первым учителем рисования и в моей жизни был Владимир Лазаревич Стоецкий. В средней школе номер один. Он учил нас рисовать предметы с учетом того, как на них падает цвет. Но, как видите, у меня ничего не получилось. Я не смогла этот Кушин нарисовать. А вы, видно, Кушин нарисовали здорово. Вы знаете, дело в том, что этот человек, это легендарная личность. Он не только в первой школе преподавал. Он в третьей, который в третьей школе преподавал у меня. Моему брату преподавал старшему. И жил во дворе третьей школы. У меня дружба с ним сохранилась на всю жизнь. Он буквально недавно ушел из жизни. Но это легендарный человек. И я хочу сказать, что... Всегда спокойный. Спокойный. С какой-то внутренним чувством, какой-то самоиронией. С самоиронией у него была. Домовым чувством очень. И он самодостаточный человек был. И он, я не понимаю педагогической методики никакой абсолютно. Но он мог как-то так вот сказать, что... Ну вот видно, вот не хочет человек арестовать, ученик. Он и не заставлял. Да, он не заставлял. Но мне нравилось, и он поощрял всячески это. Поэтому я хочу сказать, что дружбу с ним и на всю жизнь сохранил. И воспоминания. И слава богу, жив его сын, Леонид Владимирович Стоецкий. Директор общества «Западгазсервис». И ныне почетный консул Франции в Беларуси. С которым мы по сей день поддерживаем очень хорошие и теплые отношения. И я уже пользуюсь эфиром. Хочу поблагодарить Леонида Стоецкого за помощь. Он очень хороший филантроп. Когда у меня была выставка в Москве в Академическом художественном лицее, он буквально помог мне ее организовать. Большое ему спасибо. И я часто вспоминаю Владимира Лазаревича Стоецкого. Поскольку я живу на Советской, и он в районе Советской живет, мы часто встречались. Вот разговаривая с ним о том, куда я ездил, что я нового создал, он встречал знакомых. И он говорит, видите, это мой ученик, Лев Калимов. Вот тут я не знаю, кто больше был рад. Он или я. Наверное, оба мы были рады. А то, что немного художников, это естественно. Потому что не каждый человек может быть художником. Но дар художника сидит в каждом человеке. И понимание искусства заложено в каждом человеке. Это запрограммировано все. Просто оно не у каждого просыпается. И тут, мне кажется, что необходимо и внимание окружения. Обязательно. И вот везение в качестве вот такого вот преподавателя, как повезло, допустим, вам и многим другим мальчишкам, которые вспоминают о своем учителе рисования. Мы немножечко, мы говорим о месте художника в современном обществе. О том, кто и как помогает самореализоваться талантливым ребятам. Но мы сделаем перерыв буквально на несколько секунд. И вновь продолжим. Блиц-коллаж, блиц-вернисаж произведений Льва Алимова. Внимание на экран. Блиц-коллаж, блиц-вернисаж произведений Льва Алимова. Блиц-коллаж, блин. Блиц-коллаж, блиц-вернисаж произведений Льва Алимова. Вот ваши работы, они непросты для восприятия, согласитесь со мной. Вот лично я, как дилетант, как простой зритель, да, зрительница, вижу в них и подражание отдали, и даже, извините, где-то, может быть, я не права, коло. Мне кажется, что какие-то вот элементы из такой вот страшной живописи коло тоже присутствуют. Вот скажите, вы так видите окружение, так видите события? Знаете, я не знаю, как, я не могу объяснить, вижу ли я эти события, потому что я, мое видение, это мои руки, это работа на доске, это оттиски, все. Но вы мне сделали комплимент, что если вы видите то, что мне нравится коло, или, допустим, его тюремный цикл, потому что коло – это потрясающий гравер, мне это нравится, или Сальвадор Дали – это хорошие художники, есть гораздо хуже художники, которым сейчас подражают. Я вижу то, что вижу. Очень много художников гламурных, которым не надо бы, не нужно бы было подражать. А ведь я формировался как художник в те годы, когда Сальвадор Дали, в принципе, считался рекционером, понимаете, Сальвадор Дали, и как-то вот в Москве, это в букинистических магазинах… Это был такой сюр, который был просто… Да, это сюр был, но такой хороший сюр. А потом, чем дальше мы жили, тем больше мы узнавали, оказывается, еще интереснее художники были, как Дельво, как Дадаисты, все эти. Но это определенный этап. Вот. И каждый художник, кто профессионально, в смысле, то есть свою жизнь посвятил искусству, конечно, увлекался и Сальвадором Дали, и другими художниками. Вот в последнее время мне душа Мкала и очень нравится, художник из Братиславы. Но вообще мы все учились на русском искусстве в Бресте, в Доме пионеров. Вот, знаете, вот ваша работа, мы ее показали в этом первом видеоотрезке, вот там, где вы в шляпе. Это же вы, правда? Это автопортрет. Это автопортрет в шляпе. И я вот знаю историю появления этого автопортрета, если я не ошибаюсь. Это был довольно-таки, ну, печальный повод. У вас ушла собака, скажем так, друг, лучший друг. Вы были в стрессе, вы были в печали, это был, ну, сложный период в вашей жизни. И почему-то вы свои чувства выразили вот именно так. Вот как это так бывает? Вот как это такое... Я теперь понял, в чем дело. Преломление, такая вот синтезация какая-то. Я пришел домой, Макс уже лежал, он уже все, мертв. Большой белый пудель, красивый. Их два было в Бресте. У Артамоненко был, белый пудель, и у нас, у Олимых, был Макс. Вот он умер, и дочка не плакала. Жена моя немножко переживала. Ну, как член семьи ушел. Тут, когда я уже начал делать этот свой автопортрет, рожденный Маской, я понял, что я что-то недосказал Максу. Я все его часто ругал. Ну, это черта мужская такая. Поругивать. И вроде бы как, извиняясь перед ним, я с тобой автопортрет начал. Вроде бы за внешней такой строгостью. Глубокая нежность. Поругивала так-то мне. Потому что, когда внуки вот приезжают, я кричу, говорю, что вы меня боитесь? Нет, дедушка, мы тебя не боимся. То есть это мнимая такая суровость, понимаете. Может, поэтому так получилось. И вот эти чувства, они вылились вот в такое. Наверное. Это очень вообще интересно. Я быстро очень, для себя очень быстро сделал. И еще, вот я вижу, что вы работаете в жанре экслибриса, правда? Работал. Сейчас немногие берутся за этот жанр, но это какое-то ведь свое время, по-моему, несколько лет тому назад, это был изысканный жанр. Вот как бы сейчас сказали, вип-жанр. Вот почему вы говорите работал? Почему вы ушли от него? Вы знаете, дело в том, что я ведь поздно вернулся. Я заканчивал факультет, как сейчас называется, дизайн упаковки. Я заканчивал факультет промышленной графики и рекламы. Был во втором выпуске в Советском Союзе, в училище. Ну, я знаю, что в вашей биографии есть такая черта, работа в Облпотребсоюзе. Да, да, это уже потом. У меня были ухайбы в жизни, и я, в принципе, рисовать-то начал очень поздно, когда прекратил пить. И в 78-м году занялся плакатом. И тут сразу третью премию получил в Минске. А гравюрой я уже начал заниматься гораздо позже, в 80-м году, когда мой ныне ушедший друг, очень хороший художник Николай Селищук продал мне станочек офортный, маленький. И я путем пробок и ошибок начал пробовать, что такое гравюра. И вот постепенно, постепенно вышел на этот жанр. А почему маленький размер? Наверное, потому что все это было предопределено моей специальностью в дипломе. Потому что промышленная графика предполагает изготовление открыток, почтовых марок, денег и максимум плакатов. А плакат – это 60 на 90 сантиметров. Стандарт. Сейчас стандарты не соблюдаются, наверное, но я привержен делать стандарт. И вот я якобы, не думая ни о какой карьере, ни о какой-то дешевой славе, я просто решил, дай, кому лучше вместо выпивки я лучше займусь экслибрисом. Экслибрисом можно было заниматься еще почему? Международных выставок много. Мне кажется, что это очень интересно. Это интересно и преодолеваешься, преодоление есть. Потому что не каждый может в зеркальном изображении написать шрифт высотой в один миллиметр на металле, покрытым лаком. Написать в другую сторону, без правок. Причем шрифт с засеечками, там трояна, колонна, троянская, колонна, римский шрифт. Это очень интересно. Ну и постепенно, вот 10 лет, в принципе, графикой, самыми такими элементарными приемами обладеваешь, ну 10 лет нужно, 8-10 лет. А жизнь проходит, проходит. А потом я начал просто малыми формами графики заниматься. То есть самостоятельное произведение делать, размером 10 на 15 сантиметров. Самая большая работа у меня, это какая теплая зима. И серая ветхая пелена, победитель, это где-то сантиметров 18. Потому что я и был в Эрмитаже, и в Русском музее, и в Третьяковке, и в Митрополитен музее. Вы знаете, какого размера сотовство майора работа Федотова? Вот она. А Гальбейн и Дюрер, вот работа. Они маленькие все, потому что раньше, наверное, не было таких громадных выставочных залов, как в Москве-Манеже или в Питере. А были квартиры, дворцы. Были, конечно, и большие работы, как у Рубенса там и прочее. Ну и было, как бы так сказать, ну, следование заветам или пословица, поговорка, вышедшим из народа. Мал золотник, да дорого. Ну, конечно, может и поэтому. Скажите, Лев, а у вас есть ученики сегодня? Нет, вы знаете, я плохой педагог, очень плохой. Я никакой педагог бы не был. Учеников я сам, как ученик, себя чувствую. А вот меня интересует вопрос, как вы относитесь к творчеству молодых, но я попрошу ответить на него после того, как мы посмотрим видеосюжет. Сегодня это мы. Так называлась выставка работ молодых брестских авторов, которая экспонировалась в начале этого года в главном выставочном зале города Бреста. Своей работой представили на нее 20 молодых художников. Видеосюжет продолжает нашу программу. Батик, рисунок карандашом, акварель, керамика, живопись, графика. Молодежь взломала границы жанров и контрабандно путешествует между различными видами и направлениями искусства. Ольга Данилюк, мастер Батика, решила попробовать себя в текстильном дизайне. И теперь самые выразительные средства ее работ – фактура ткани и глина. Новое направление, которое уже два года я пытаюсь развивать – это экопринт, крошение тканей красителями растительного происхождения. Это веточки, листики, травки, ягодки. Связь между двумя искусствами музыки и живописью скреплена на генном уровне, что подтверждает феномен цветного слуха. Скрябин, Римский Корсаков – они видели свою музыку в цвете и иногда писали дополнительное цветное сопровождение своих опер. В Бресте из 20 художников выставки более известны как музыканты двое – Вовка Плюмбум, лидер одноименной группы, и Юрий Стыльский из группы «Дай дорогу». Мне кажется, что музыка и живопись – это вообще неразделимо. Я всегда, когда пишу песни, я обязательно иллюстрирую их. То есть у меня сбоку песня маленькая, какая-то, то есть идейка набросана. Эксперимент, юношеское озорство и даже где-то самонадеятельность. Самонадеятельность. Вот скажите, пожалуйста, вашему поколению вот такая роскошь была доступна? Да, наверное, нет. Озорничать? Нет, озорничать, всем озорничать. В творчестве? Нет, не на улице. В творчестве. Вы знаете, город был настолько компактный, маленький. Ста тысяч не было, наверное. Я пошел после… в 57-м году я пошел в кружок рисования, записался. На улице Белова был особняк такой двухэтажный маленький. Пришел в кружок рисования. Там пройти невозможно было, столько желающих было. Преподавал очень красивый такой мужчина, Михаил Сергеевич Толмачев, его многие брещане знают, конечно. Там не было особых таких, знаете… Там академическое образование давали, классическое. Натюрморт. То есть учили изобразительной грамоте. А потом вышла многотомник, школа изобразительного искусства у нас в СССР была. Поэтому нам не до этого было. Кто после 12 или 13-14 лет не перестает рисовать, только уже ясно, этот человек хочет стать художником. И вот у нас образовалось такое ядро. Я, Жора Нечупорук, ныне покойный, Саша Сергеев тоже, Коля Нерадюк. И вот мы рисовали и уже мечтали куда-то поступать. А для того, чтобы поступить, нужно правильно нарисовать все уметь. И нам какой там авангард, мы и не знали ничего. А как вы относитесь вот к такому экспериментарству? Нет, я все эти эксперименты видел 40 лет назад. Ну, конечно, а как же еще? Для них это открытие, а для нас это открытие 40 лет назад было. Все по кругу идет, все прокручивается. Человек начинает жить, и у него каждый день открытие, так и у художника. Вот для него открытие то, что он написал так. И слава Богу, что так. И очень хорошо, что вот так они пишут. А не как мы. Представляете, если бы мы одно и то же столетиями было? Это же неинтересно. Это скучно. Это скучно. Я не понимаю многих художников, которые находят один ход и всю жизнь один и тот же сюжет пишут в разных хипостасах. А они называют это верностью теме? Да это неверно с теми. Это, наверное, понимаете, дело в том, что каждый день художник должен анализировать то, что делаешь. Графика чем отличается от живописи? В графике рисунок развивает наблюдательность. А наблюдательность, после наблюдательности сразу анализируешь, сразу мозги начинают работать. Почему считается графика высокоинтеллектуальным видом искусства? Потому что графики иллюстрируют книги. Хочешь, не хочешь, а читать будут. Вот у меня друг Паша Татарников. Он брещанин, но работает в Минске. Книжный график, детские иллюстрации. В мире два человека, которые получили высшую награду на всемирной выставке в Братиславе за книги «Золотые яблоки». Это Павел Татарников и Душан Кала из Братислава. Это высокоинтеллектуальный труд. Поэтому мы очень много видим. Но молодые художники еще больше видят, потому что для них открыт интернет. Для них открыты все границы. А для нас была школа изобразительного искусства и музей России, допустим. Тоже прекрасно было. Это высочайшие образцы. Но единственное, что нужно чувство меры во всем иметь. А вот кроме интернета, какая сейчас возможность для самореализации талантливой молодежи? Вот у вас был Толмачев, вам повезло. У меня и Данелия был. Почему? Есть у нас, есть. А у наших брестских мальчишек, сегодняшних девчонок, что есть? Есть же художественная школа. Есть частные художественные школы. Много изо-студий есть. Вот у нас Нила Берченюк ведет изо-студию детскую. Оксана Ведукович. То есть есть где развернуться все это. Единственное, что это, наверное, платно. У нас все бесплатно было. Я вспоминаю, когда в Дом пионеров мы переезжали на улице Наганово. Сейчас это девятая школа забрала это здание с колоннами. С какой радостью мы переезжали. Уже старшая группа, я в девятом классе был. И вот мы переезжаем, у нас комната 35 метров. Михаил Сергеевич так доволен. Мы эти горшки расставляем. Кисточки китайские колонковые бесплатно нам выдаются. Акварель Ленинград, бумаги. Все бесплатно, только рисуй. И Дом пионеров многих спас, многим судьбу предопределил. Вот чем хорошо было в то время. Ребята не столько были информированы в мире искусства, но зато вот эти якобы кажущиеся неудобства. Нет телевизора, нет телефона, нет того другого. Зато есть желание. Они играли на развитие личности. Конечно, конечно. И когда говорят, а что я буду книгу читать, по компьютеру пишутся, нет. Кишку можно погладить даже по обрезу. Вернуться. Да, перевернуть. Не кнопкой, а перевернуть страницу. И вернуться к любимому абзацу. Потом говорят, что и мозг по-другому работает. И глаза, и нагрузка, и ощущения совершенно другие. Поэтому я вспоминаю журнал, в 66-м году выходил. Радио и телевидение, РТ. Такой бюллетень информационный, с иллюстрациями шикарными такими, с заставками верхоландцев делал Миша там. И там была здоровая, здоровенная статья. Победит ли телевидение театр? Вот утверждали, что победит. Оказывается, остался театр и телевидение. Да, это были долгие споры. Так, я думаю, и современное искусство будет, и ультрасовременное, и как сейчас называют, авангард. Да. Вот все будет, и реализм будет. Вы ввели мастер-классы и у нас в Белоруссии, и в Москве. У вас есть возможность сравнивать, скажем так, потенциал, возможности вот молодых художников, начинающих художников Белоруссии, России. Скажите, пожалуйста, вот одинаковые наши начинающие творцы? Нет, нет. Во-первых, я не с молодых, у меня два мастер-класса было. Один мастер-класс был на симпозиуме американский, 10-й всеамериканский принц-симпозиум по печатной графике в штате Айова, это в университете, там в Дымовине. Да, и в Тамарин-институте штата Нью-Мексико. Там я печатал гравюры и делал литографию. Это один уровень, там взрослые люди были. Вот. Единственное, что я услышал от себя в ответ, как вас хорошо учат рисовать и компоновать. Вот этого там нету сейчас, немножко утеряна школа. Потому что вот наша славянская духовность, она чувствуется во всем. И в изобразительном искусстве. Строгость. И духовность. Все-таки я настаиваю на этом духовность, понимаете? Мы как-то, я бы сказала, человечнее, живее. У них там несколько все как-то догматичнее, застывше. А дело в том, что у нас православие. Да. Но там немножко по-другому. Вот, там строже. Так вот, я хочу сказать, мы с моим другом, он художник, журналист, большой любитель собак, Сережа Цивяль, мы делали мастер-класс в феврале прошлого года в Московском академическом художественном лицее при Российской академии художеств. Мы привезли туда маленький афортный станок. Я привез готовые матрицы уже из Бреста. Даже бумагу замочил. И мы два часа там печатали, разговаривали, все. Я хочу сказать, что уровень Московского академического художественного лицея, так же, как и Минского, наверное, очень высок. Это уровень института. Конкурса там практически не бывает. Конкурсно. Там два человека на место, это очень редко. Один на место. То есть, для того, чтобы он уже поступает, наверняка зная, что он будет во втором классе там учиться. Это элита. Элита России собирается. Если бы видели, какие там напишутся натюрморты. Соответственно, в наших лицеях элита белорус. В Минске тоже самое. В Минске. Подающие надежды, ребята. Да, очень серьезный уровень, высокий в Минске. Вот на этой выставке на молодежной, я отметил для себя, но я не буду называть фамилии. Это преждевременно. Потому что в 23 года художником это может гений только стать. Вы очень много путешествуете. Нет, можно так говорить? Так вот я там отметил одного художника. Он закончил колледж и учится сейчас в Академии на графике. На мой взгляд, субъективно, это был самый грамотный экспонент его работы. Подающий надежды. Нет, он уже готовый, понимаете. Просто еще он своей фамилии не соответствует. Я видел фамилии, я видел в его работах огромное влияние других художников. И вот когда вот это вот влияние он перемелет, и только слегка будет напоминать Сальвадора Дали, или моего друга там, который шлет в Гродно, а будет звучать его фамилия, тогда он состоится как художник. Вот это самореализация. Не в том, что продать быстрее. Нет, это неправильно. Нарисовал и в Скарбницу, это неправильно. Вы много путешествуете, я уже сказала, у вас много друзей. И вопрос вот такой. Вот скажите, пожалуйста, вот этих друзей вы обрели благодаря творчеству, или все-таки вот дружба с этими людьми поспособствовала развитию вашего творчества? Вот этим участию в международных выставках? Нет, вот участие в международных выставках, это никакого отношения к моим друзьям. То есть мы вместе участвуем, но, слушай, помоги мне там, дай там, там такого нет. Ну где-то да, подтекст такой. Нет, этого не было никогда. Извините. Никогда этого не было, и, наверное, не будет никогда. Потому что черта характера у меня, может, мерзопакостная, конечно. Когда у меня были суровые годы, у меня в статье, в трудовой книжке две статьи. Прогулы. По определенным причинам. Я не ходил, не просил, не надо, не ставьте мне статью. Нет. В этом деле должен быть гамбургский счет. Все честно должно быть. Иначе фальшь эта вылезет, она видна всегда, понимаете. Есть художники, ну настолько раскручены, он на всех экранах, на всех телевизионных экранах светится. А когда же он рисует-то, непонятно совершенно. Он везде. Вот. А друзья, конечно, просто общение мне и дружеская поддержка помогало. А так же, как и я друзьям помогал. Вот у меня два художника из Нижнего Тагила. Потрясающие художники. Один сейчас в Москве, Володя Носеткин. А второй Бортников. Благодаря адресам, которые я им дал на выставку, они сразу все премии забрали. Сережа Цыгаль, с которым мы дружим более 25 лет. Сейчас мы вместе участвуем в Витебске. Вот отличная, просто интересная анималистическая выставка «Ноев ковчег зоопарка». Он свою образу и дал. Вот Татьяна Назаренко в центре этой фотографии стоит. Она. Это классик русской живописи. Это просто профессор Суриковского института. Андрей Звягинцев. Это шапочное знакомство, только недавнее. Но тот факт, что Звягинцев приходит на выставки, интересуется изобразительным искусством, говорит о том, что и музыка, и кино, и театр, и телевидение, и проза, и поэзия, и изобразительное искусство навечно связаны невидимыми нитями. Это одно и то же. Это все из одной оперы, понимаете? И поэтому у меня в армии посчастливилось служить последний год в ансамбле песни и пляски Московского округа ПВО. Два года я под землей прослужился. Вы еще и поете? Нет. Меня забрали туда афиши писать на третий год. Я старик уже считался, можно было. Вот там я служил с Марком Руденштейном, который основал фестиваль «Кинотавр». Там же я служил и с бывшим главным художественным руководителем и дирижером Большого театра Сашей Лазаревым, который сейчас в театре Немировича Данченко дирижер и в Токио дирижирует национальным оркестром Японии. А уже про художников мне говорить? Ну не знаю, вот сейчас открываешь интернет новости культуры и искусства. Там Стас Бенедиктов, 70 лет, народный художник России, мой однокурсник. К сожалению, 35 минут проходят быстро. Да, прошли быстро, быстро. И вот знаете что, вот Вахтан Кикабидзе поет «Мои года, мое богатство», а вот я вас слушала и подумала, что ваша жизнь, это вот если выразить формулы, это друзья и годы. И скажите, пожалуйста, вот чтобы закончить программу, вот что вам пожелать? Что бы вы себе сами пожелали? Что вам пожелать? Пожелал бы я себе здоровья. Присоединяемся. Здоровья. Это самое главное. И дожить мне на улице Советской, в моем доме, где я прожил с 45-го года. Присоединяемся к вашим пожеланиям, искренне желаем и здоровья, и успехов в творчестве вам, вашим близким, и еще много-много друзей. Вернее, даже не новых друзей, а еще много-много лет рядом с вашими друзьями. Спасибо. Спасибо вам большое. С вами была программа «Точка зрения». Увидимся через неделю. Всего доброго.